Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 19 августа, в московское время 16.00. А это означает, что мы начинаем наш регулярный вебинар по понедельникам, посвященный анализу главных политических и экономических событий, влияющих на сейчас на мировые рынки, то, что влияет на мировую экономику, то, что будет влиять в ближайшие недели. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил. Я работаю в компании ИнстаФорекс, аналитикам и преподавателям. И мы проводим наши вебинары каждый понедельник, только если это не какой-нибудь большой праздник государственный, каждый понедельник в 16.00 по московскому времени. Если вы хотите принять участие непосредственно в вебинаре, присутствовать на нем, задавать, иметь возможность вопросы в режиме реального времени, то для этого вам нужно зайти на сайт компании ИнстаФорекс, найдя ее предварительно в интернете, на сайте по поиску найти расписание вебинаров, в расписании зайти в соответствующий день, и пройдя по ссылке, вы попадете на данный вебинар и будете наблюдать его не как сейчас в записи, а будете наблюдать его непосредственно. Итак, поехали. Перед вами представлены графики основных финансовых инструментов. С левого вверху вы видите график евро-доллара, дневной график, а ниже под ним график S&P 500. Сначала немножко об общеполитической ситуации. Два главных сюжета влияют непосредственно на мировые рынки. Это, во-первых, приближающиеся выборы в Соединенных Штатах, а во-вторых, состояние конфликта на Ближнем Востоке военного вооруженного. Что в текущей ситуации происходит? С точки зрения выборов в Соединенных Штатах. Длительное время, как мы знаем, главными кандидатами были Байден и Трамп. Байден и Демократические партии Трампа, и Республиканской. И в последние месяцы Байден уступал Трампу, особенно после провальных дебатов для Байдена, которые случились в конце июня. Но после этого видные деятели Демократической партии поставили перед Байденом вопрос, что он проиграет, и партия проиграет, и что необходимо ему снять свою кандидатуру. Байден пошел навстречу, выбрал интересы партии и страны, поставив выше личных. И 22 июля он снялся, и главным кандидатом стала вице-президент нынешняя, фактически заместительница Байдена, Камала Харрис. Главное, что надо сказать о Камале Харрис, во-первых, она темнокожая женщина, как понятно по имени, и она существенно моложе. Она практически на 15-18 лет младше Байдена, и почти на 20 лет младше Трампа. Соответственно, она существенно моложе, и если раньше Байдена критиковали за то, что он очень старый, то теперь критика та же самая в сторону Трампа работы, что он слишком старый. Что произошло с шансами за последние недели? В принципе, они где-то сейчас 50 на 50. У Трампа есть его твёрдая ядерная группа сторонников, но у Камала Харрис тоже ядерная группа сторонников. И многое на самом деле решат, борьба идёт за неопределившихся, за неопределившиеся штаты, которые могут проголосовать и за республиканцев, и за демократов. То есть, есть штаты, которые в любом случае проголосуют за республиканцев, есть штаты, которые в любом случае проголосуют за демократов, и вот есть там примерно 6 штатов, так называемые, которые могут поменять свои решения. Очень многое будет зависеть от дебатов, которые предварительно будут в сентябре. В сентябре многое решится. А сейчас, по большому счету, шансы 50 на 50. То есть у Камалы Харрис существенно больше шансов, чем у Байдена, но сказать, что она точно выигрывает, пока на самом деле на сегодня нельзя. Вот такая как бы ситуация. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то Израиль продолжает уничтожать террористов группировки Хамас на территории сектора Газа. Правда, к сожалению, наверное, это неизбежно. Это сопровождается по-прежнему существенными разрушениями. Есть, в том числе, сопутствующие потери среди мирного населения. Хотя Израиль старается максимально спасать население. В частности, например, Израиль никогда не проводит неожиданные бомбардировки, удары по жилому населённым кварталам. Всегда перед этим Израиль проводит эвакуацию максимально мирных жителей в палаточные лагеря. Но дома, конечно, очень сильно страдают. То есть очень большие разрушения, огромные разрушения. Наверное, более 50% домов в секторе Газа разрушены. Это, конечно, очень плохо. Но ещё раз повторю, что Израиль принимает все меры для минимизации потерь среди гражданского населения. Но избежать их, в общем, нельзя. Особенно с учётом того, что, ну, факт есть факт, поддержка кровавых террористов Хамаса среди мирных палестинцев очень велика, к сожалению. То есть, так сказать, ну, вот так вот есть. Несмотря на то, что Хамас и в ходе этой войны показал себя, так сказать, бесчеловечно совершенно тех, кто готов убивать, насиловать женщин, детей, брать заложники, так сказать, и всё вот это вот заниматься. То есть, ну, как бы настоящий совершенно террорист. Тем не менее, вот население, так сказать, их, как бы, поддерживает. Вот такая, как бы, ситуация. Вот. С севера Израиль обстреливается по-прежнему хизбалл интенсивно. Израиль, разумеется, отвечает ударами. Так сказать, в предыдущей неделе все ждали мести широкомасштабного удара Ирана по территории Израиля, по той причине, что Израиль ликвидировал главаря Хамаса на территории Ирана именно. Вот. Но последние заявления Ирана говорят о том, что Иран откладывает свою, как бы, месть для того, чтобы увеличить шансы, что будет достигнута сделка, наконец, соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которую, так сказать, со своей стороны Израиль ставит в жёсткое условие, что ему должны вернуть заложников. И вот снова, так сказать, идут переговоры, участвуют активно американцы. Речь идет о том, что американцы считают, что есть довольно большие шансы, что до пятницы будет заключена сделка. Но, так сказать, есть эпистемистические взгляды, что может ничего, как бы, не получиться. Потому что в предыдущие разы Хамас, в общем, просто срывал, так сказать, это соглашение и всё. То есть, Хамас требует, чтобы Израиль полностью, так сказать, прекратил все боевые действия, так сказать, а при этом Хамас совершенно не гарантирует, на самом деле, возврат заложников в эту ситуацию. То есть, вы нам, как бы, прекратите полностью выведите войска, а мы, так сказать, начнём там отдавать заложников, а потом подумаем, выполнять или нет. Ну, так, как бы, разумеется, Израиль не в том положении, чтобы идти на такие условия. Ну, в общем, вот такая, такая, как бы, ситуация на сегодня. Весьма, как бы, напряжённая. То есть, удар возможен, но, с другой стороны, в регионе, во-первых, Израиль имеет, наверное, лучшую в мире систему противовоздушной, противоракетной обороны. С другой стороны, рядом очень мощные силы союзников, в первую очередь, Соединённых Штатов, которые будут активно помогать, так сказать, в преодолении иранского удара. С другой стороны, Израиль пообещал, что если Иран, это будет уже второй широкомасштабный удар по Израилю, первый был фактически полностью отбит, там, на 100%. И Израиль предупредил, что если будет ещё одно, такое, широкомасштабный, так сказать, удар по территории Израиля, нанесён со стороны Ирана, то Израиль, так сказать, по крайней мере, так пообещал, что Израиль готов полностью уничтожить ядерные объекты Ирана. Вот, то есть, будет обратно, и даже было такое заявление, что, разумеется, так сказать, запуски ракет беспилотников будут замечены заранее, потому что Иран находится на заметном достаточно расстоянии от границы Израиля. То есть, будет заранее известно, что удар нанесён, и как только будет заранее известно, то, так сказать, не дожидаясь того, когда всё это прилетит на территорию Израиля, Израиль может поднять свою авиацию, у него мощная авиация, так сказать, самые современные салаб-молёты F-35, и он может, так сказать, уже нанести мощный ответный удар ещё. То есть, Иран может получить ответ, так сказать, либо в тот же момент, когда его ракеты прилетят по Израилю, либо даже, может быть, даже раньше. Вот такая ситуация. Поэтому, на самом деле, размышления у Ирана, как бы, тоже довольно серьёзные. То есть, Иран совершенно не заинтересован в том, чтобы получить огромный, так сказать, удар, то есть, получить ущерб существенно больше тему может нанести Израиль. Вот такая ситуация. Значит, теперь перейдём, так сказать, непосредственно к рыночным делам. Да, значит, что у нас было на прошлой неделе? Прошлая неделя, в принципе, была довольно богатая на новости. Вот, значит, в вторник среда у нас выходили индексы PPI и CPI. И, так сказать, позитивно, что оптовая инфляция заметно снизилась, ослабла. Розничная инфляция не выросла. И тоже фактически в годовом выражении как бы снизилась. То есть, вышло очень благоприятно. На этот рынок Соединённых Штатов, вот это слева нижний график, вы видите этот дневной график, очень сильный рост показал. Значит, S&P 500 прошёл за 6 торговых дней, он вырос на 7%. Это очень много, так сказать. Разумеется, так сказать, длительное время такой рост не может быть. Но вот перед этим было коррекционное снижение, и практически там на 70% оно отыграно. Кроме того, вышли розничные продажи. Розничные продажи там существенно вышли. То есть, там был прогноз, что типа 0,2 или 0,3 процента роста вышел 1%. Правда, без автомобилей он был не настолько сильно превышал. Там, по-моему, плюс 0,4 процента. Но всё равно тоже очень оптимистично. Розничные продажи себя показали. Это вот было на прошлой неделе. Значит, новая начавшаяся неделя на новости, она довольно бедная, честно скажем. Вот с недели 19 по 23 августа, сегодня 19 августа. Вот, значит, в четверг у нас выйдет недельный отсчет по безработице, и в пятницу будут продажи новых домов. И фактически вот больше важных данных и событий нет. Поэтому надо просто смотреть, что, собственно, будет происходить на рынке. Будем следить за рынком, да. Теперь, что у нас касается ещё один герой этой, так сказать, последних дней, это золото. Вот, мы, как бы, обычно, так сказать, про него там в постоянном режиме, как бы, не говорим. Вот сейчас, так... Сейчас я, как бы, секундочку, открою график. А, ну вот, 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 собственно, график золота. Видите, дневной график. Вот здесь хорошо видно, что за длительное время был показан максимум, причём он был показан в пятницу. Более того, ну, во-первых, вот посмотрите месячный график, то есть какие вот свечи, так сказать, золото как бы рвётся вверх. Вот, в принципе, конечно, этот рост начался ещё, так сказать, как бы раз, два, три, четыре, пять. Пять месяцев назад он начался ещё, когда вот вышли, так сказать, из этого фактически горизонтального диапазона. Но вообще это исторический, как бы, максимум. И вот он был показан, и он был показан, вот, недельный диапазон консолидации. То есть, видите, вот тогда вышли, как бы, из диапазона примерно на уровне, типа, 2100 долларов. Дошли, так сказать, до 2400 и длительное время. То есть, это вот неделя, каждая неделя, как бы, это свеча отдельная. Вот, то есть, например, это вот ещё было, соответственно, там, значит, соответственно, в апреле месяце. И вот с апреля месяца фактически был этот диапазон, снова золото вышло вверх. Вот мы видим, да. В принципе, так сказать, легко понять, почему, как бы, это происходит. Это связано с тем, что, так сказать, потихоньку всё-таки, так сказать, нарастает вопрос о американском государственном долге. Во-первых, он, конечно, огромный. То есть, если там ВВП примерно, грубо говоря, на 25 триллионов долларов годовой, тоже, конечно, гигантская цифра. Но долг 35 триллионов долларов. То есть, долг превышает, там, грубо говоря, на 40% ВВП. То есть, 1 до 4 десятых годов ВВП – это много. Но, кроме того, так сказать, ставка ведь высокая. То есть, примерно сейчас 4%. То есть, если платить по всему долгу, вот, по этой ставке 4%, да, то это получается, ну, 1% на 35 триллионов – это 350 миллиардов. И на 4, если он умножен, то это получается 1,4 триллиона. Нужно платить только процентных платежей. Так сказать, ну, естественно, что, как бы, Министерство финансово-СССР не полностью, так сказать, из бюджета. Потому что бюджет дефицитный, он размещает новые долги. Но, соответственно, это, как бы, нарастает. Вот, так сказать, уронить процентные ставки, то есть, для, конечно, для экономики было бы здорово, если бы в какой раз уронило процентные ставки, но инфляцию еще победили не до конца. То есть, пока вот эта ситуация и едет. Понятно, что перед президентскими выборами никто сейчас не будет принимать таких жестких решений. Потому что, если, например, действующая администрация начнет очень жестко сейчас закручивать такие финансовые гайки, то она, скорее всего, и не выиграет. Им надо, как бы, в спокойном режиме, так сказать, пройти ноябрьские выборы. Но, с другой стороны, кто бы не победил, так сказать, на этих выборах, все равно, когда вот этот новый президент заступит в январе, то встанет вопрос, так сказать, о, ну, сейчас пока действует такой режим, что, как бы, до президентских выборов, вот, сколько надо, как бы, Минфин занимает, то есть, нет установленной планки госдолга. Но на постоянную такая ситуация не годится. То есть, Соединенные Штаты должны будут вернуться к установлению планки государственного долга. И вот тут встанет, вот, так сказать, вопрос борьбы. То есть, естественно, что те, кто проиграет сейчас выборы, кто будет в оппозиции, они будут, так сказать, настаивать на, как бы, укреплении финансовой дисциплины. А, так сказать, ну, понятно, что та администрация, которая начнёт жёстко решать проблему государственного долга, они помешают, конечно, экономическому росту и получат, так сказать, негативные последствия. Вот, но, с другой стороны, если, так сказать, государственный долг Соединенных Штатов начнёт вообще рушиться, то плохо будет всем, так сказать, и всему миру будет плохо, и Китаю будет плохо, и Европе будет плохо, как ни странно, даже и России будет плохо вот от этого. В частности, например, потому, что если будет какие-то серьёзные потрясения на рынке государственного долга Соединённых Штатов и большие финансовые проблемы по всему миру, то это, в частности, приведёт к тому, что существенно сократился спрос вообще общий, мировой, так сказать, мировая экономика получит такой серьёзный удар со стороны спроса, и совершенно точно можно сказать, что нефть значительно подешевеет. Представьте себе, как будет выглядеть экономика Российской Федерации, если нефть, например, там будет, не знаю, 30 долларов за баррель. Не 80 примерно сегодняшних, а вот 30. Вот, то есть доходы как бы государству снизятся, там, я не знаю, в два с половиной раза. Вот, потому что они очень сильно зависят, на самом деле, от нефти, несмотря на то, что там, как бы, проблемы с экспортом и так далее, но тем не менее экспорт идёт, там в Китае идёт, там экспорт, там, там, по более низкой цене. Тем не менее, вот, так сказать, это будет очень серьёзная проблема, вообще у всех, у всего мира будет проблема. В Соединённых Штатах, конечно, тоже будет проблема, но, так сказать, для тех, кто, так сказать, готов терпеть свои проблемы, лишь бы там у американцев было плохо, есть такая странная категория людей. Вот, так вот, я и могу сказать, что, чтобы они помнили, что Соединённые Штаты являются по очень большому кругу товаров основных, полностью себя обеспечивающей страной. То есть Соединённые Штаты, внимание, полностью обеспечивают себя базовыми, там, всякими зерновыми культурами, полностью обеспечивают себя мясопродуктом, там, молоком, молочными продуктами и так далее. Вот это всё у них прекрасно есть. Вот, кроме того, у них есть огромные промышленные мощности, они всё могут сами производить, им совсем не обязательно, так сказать, нет у них там ничего жизненно важного, что они в Китае закупают, они могут производить сами, пусть это, может быть, будет дороже. Вот. Кроме того, Соединённые Штаты являются, наряду, так сказать, с Россией, может быть, даже больше, так сказать, одним из крупнейших стран, добывающих газ. Соединённые Штаты имеют огромные ресурсы по добыче нефти, вот, огромные резервы нефтяные, в общем, вот так вот. То есть не надо думать, что Соединённые Штаты там как-то там без кого-то очень сильно, так сказать, будут испытывать. Да, будет проблема в связи с организацией финансовой системы, которая очень сильно, так сказать, связана с американским долларом. Конечно, например, там тот же европейская валюта, золото, конечно, так сказать, в этой ситуации улетит очень далеко. Почему я всегда говорю, что нужно там примерно процентов 30 портфеля, если он большой, иметь, наверное, в золоте, как страховка в случае. Ну, например, там и остальные валюты в первый момент там кризиса полетят, конечно, относительно. Но надо понимать, что, так сказать, даже тот же Европейский Союз, несмотря на свой консерватизм, он серьёзно связан с, возможности экспорта, так сказать, в те же самые Соединённые Штаты, и поэтому они просто будут нерыночные меры какие-то предпринимать для того, чтобы, ну, интервенции, для того, чтобы не допустить, чтобы европейская валюта, скажем, стоила там как 2 доллара, например, вот, или там больше. Потому что, ну, тогда экспорт весь в Соединённые Штаты станет неэффективным, это тоже больно ударит по экономике там Европы. В общем, там будет очень много интересного. Вот, и проблема существует, и она, в общем, на самом деле довольно быстро нарастает. Но я предполагаю, что вот эта ситуация может даже стать как бы мировым кризисом. То есть, если это начнётся по-серьёзному, да, это будет мировой кризис, нет сомнений. Но я думаю, что это начнётся всё-таки после инаугурации нового президента, кто бы им ни был. Трамп это будет или Камала Харрис, но вот после 20-го, там, или 25-го января, когда у них обычно где-то инаугурация. А пока всё довольно спокойно, как я говорю, в следующей неделе она пока довольно спокойная. И вот я ещё не, так сказать, что касается рынка Соединённых Штатов, я считаю, что вот этот график, я считаю, что всё равно это курс как бы на максимумы. А вот дальше максимумов, так сказать, те, кто слушал мои рекомендации, они купили снизу, вот я, например, купил снизу, вот где-то в районе этих минимумов, так сказать, последних по дневному графику примерно недельной давности. А вот выше максимумов, там вопрос, может быть, это стоит как бы и фиксировать, потому что рынок может вот от такого постоянного роста перейти вообще к состоянию некоторой пилы. И мы там будем видеть сначала приличную прибыль, потом её обнуление, потом прибыль, потом обнуление. Стоит ли, например, там держать длительное время на таких же максимумах? Потому что если мы посмотрим месячный график, ну, конечно, вот сегодня 19 августа, вот видите, он преодолевает, кстати, месячные, вообще полностью перерисовал эту свечку в белую. То есть это, конечно, очень сильная ростовая свеча. Вот. Но с другой стороны, так сказать, надо как бы и прибыль как бы забирать. Я вполне предполагаю, что может быть усталость уже от роста, и может быть просто некоторая пила. Вот. И тогда те люди, которые просто будут ждать бесконечно как бы следующего роста, они могут очень много прибыли пропустить. Я считаю, что, по крайней мере, частично надо будет фиксироваться после прохождения максимумов этого года, они же исторические максимумы. Что касается европейской валюты, вот текущего состояния, как я уже и говорил, я считаю, что европейская валюта тоже находится в состоянии роста. Это, кстати, может быть вызвано с тем же, что мы обсуждали по поводу золота. Но сейчас вот европейская валюта только-только как бы вот вышла из, теперь уже как бы из горизонтального. Она из падающего, там несколько недель назад вышла из падающего коридора, а сейчас она же выходит из горизонтального коридора. И здесь движение может иметь очень большие перспективы. Вплоть, да и там, я не знаю, вплоть, например, до 1.22. Вот. И тут есть, я думаю, есть смысл подержать, а при откатах хороших можно пытаться купить. Вот такое мое мнение по поводу текущего состояния. Так сказать, я вам как бы все сказал. Спасибо вам за внимание. И до следующего понедельника. Продолжение следует...